Привет! Мы сейчас с тобой вместе посмотрим новый видос от Долбека, который называется «Все грехи и ляпы» мультфильма «Кунг-фу панда 3». Мы, конечно же, подготовились и сейчас на свежую прям посмотрели перед этим обзором мультик. Я смотрела первую, вторую «Кунг-фу панда», про третью я что-то слышала, но как-то не очень хотела смотреть. И на самом деле я понимаю, почему не очень хотела смотреть, потому что по сравнению с первой частью, даже со второй, это, получается, прям дико проходной мультик, на мой взгляд. Поэтому, я думаю, грехов будет много. Погнали! Все, налетел. Кстати, заставочка была прикольная начальная. Сейчас будет вопрос к луне. Не, ну это Деремборцевская луна. Он сюда в заставке какой-то придирается. Что-что-что будет. Брух, человек на лестнице до луны забрался. Нить из палки появилась, а лога вытягивается, хотя удочка без катушки. Угвей левитировал где-то возле песка и близко к дереву. Во время нападения уже на краю сходу. Нету даже. Смотри, дерево вообще не видно. Вон оно там далеко-далеко. Вон, видишь, там где песочек в углу. Старый друг. Ну это ракурсы. Да-да. Мастер. Дримворкс, Дримворкс. 2К16 год на дворе, все еще с размытием проблемис. На цепь смотреть больно, а эти колонны вообще съехали. Я этого не вижу. Оно же очень быстро. Ты же этого не видишь. А только для Далбека, который... Вот это трохи съехало. А, ну это прям, да, кстати, сильно. Не стоит на месте. Ну я не замечаю. Это же все очень быстро происходит. Ты же этого не видишь. Да, от этого не видишь. От самих же себя. Вот, это не разные колонны, а одни и те же. Угвей. Наша с тобой битва закончилась 500 лет назад. Черепахи доживали максимум до 200 лет. В теории могут дожить до... Это крутая черепаха, которая освоила кунг-фу, и поэтому... Да, нервничь. И поэтому... Ци-ци. Ци-ци. Ци-ци у него есть ци-ци, и поэтому он дожил до 500. Вот и все. И бык тоже такой крутой типа. До 300, но 500. А бык. Причем на момент их битвы Угвей уже был не молод. Он прожил всего минимум лет 550. Можно это спереть на его медитации и прочие финтифлюшки, но увеличить продолжительность жизни в три раза это какой-то булщит. А теперь я готов взять реван. Но, но. Нет, это не ряб, это вообще не ряб. Кунг-фу животное это не булщит. Кунг-фу черепаха это не булщит. Кунг-фу... Змея. Змея и богомол это не... И петушок это не булщит. А вот то, что он долго живет... Это булщит. Это тоже что-то не то. А ты стал сильней. Я отнял ци у всех здешних мастеров. А! Реально это был Тай Лунг. Это, короче, злодей из первой самой кунг-фу панды. Снежный барс такой, я помню. Я наконец смогу вернуться в мир смертных. Не мне суждено остановить. Слушай, у меня такое ощущение, как будто черепаха вообще не сопротивлялся. Он как будто такой, типа, блин, я так задолбался, чтобы сидеть. Он сказал, не мне суждено, я пошел на пенсию. Он не сопротивлялся, и он знал будущее. Он знал, что все тебе зайдет, и его нагнут. Он хотел, короче, в нефритовом камушке почилить какое-то время просто. Понятно. Тогда я найду его и заберу себе его ци. Антагонист третьей части взялся буквально из ниоткуда. Первые два были связаны лично с Тай Лунг. Но этот просто чел, который... Так они на этом играли. Типа, а кто это? А кто это? Они не знают, кто это. Они в этом дай говорили, а ты кто такой? А мы таки не знаем, да, еще пытались как-то обыграть. Но когда он только появился, я тоже думаю, какой-то бык откуда-то взялся. Что за фигня вообще? Что за завязка такая была? Просто пришел просто все уничтожить. Даже тайминги не совпадают. В теории, Кай должен был напасть на Угвея сразу после его смерти, ожидая этого момента в мире мертвых пять сотен лет. Прикиньте, Кай появился бы на момент наступления Тай Лунга. Нас запечатлят вместе. Я так и думал. Я надеюсь, вы встали в эффектную позу. А можно не каждый раз вставать в позу? Богомолы живут не дольше года. События кунг-фу панды до первой части. Ну, это особенный богомол. Это все один грех. Богомол, который разговаривает вообще. Богомол, который делает кунг-фу. Который вообще дерется. Да. По третью дырлись явно больше года. Помянем. Угвей увидел в тебе величие. Я знаю, как с богомолом делали. Это как, знаешь, мама ребенка с хомячками. Хомячок умирает, она подменяет о нового. Или рыбку в аквариуме. То же самое с богомолом. Они пустянули на нового. Да, подменяют. Это сила, какую ты даже вообразить не способен. Это Ци. Ого! Что такое Ци? Жить в Китае, не зная, что такое Ци, это все равно, что жить в СССР, не зная Ленина. Ци одна из основ китайской философии. Также Шиф вновь в начале мультфильма показывает какую-то новую фишку, о которой никогда не говорил. Почему он это не показывал? Почему сейчас обучает? Пошел, он сразу вам все секретики свои выдаст? Не надо, не надо. Он, может, сам недавно научился. Сам только научился. Попольно, да, да, да. ...новым приемом, хотя перестал обучать в храме. Все это смотрится очень рыхло и непонятно. Да, это все необходимо для сюжета и финала, но, блин, не стыкуется с половиной лора прошлых частей. Да. Видимо, это была самка. Ну, или типа ты сам я с Ясой отложил, что он смог это сделать. Либо он с собой постоянно носит. Может, они просто из кармашков выпали? Выпали. Кто? Гусь с мужским голосом натрестал яйца. Да? О, мастер, вы! Хватит! Молчать! Это яйцо двинулось, спустя пару секунд оно вернулось обратно, и гусь его вновь выпнул. Подкатилось. Ты ты сыпишь в воду, сычуанский перец? О, 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 мои колокольчики! Это understandable шутить про лестницу три части подряд, как-никак это свойство персонажа и всех панд. Ну, боже, шутка про письку за сто третий... Не надо не про письку, а про яички. Про колокольчики. Про колокольчики. Подряд, ну зачем? Подыми-ка лапу. Шифу сказал, я не знаю, что значит быть воином дракона. Пена на подмышке до и после имеет разного размера пузыри. О, да. Сдулись. Вот зачем вам эта информация? А как же сейчас? Не знаю. Там вот-вот побьют твой рекорд. Кто ест мои пельмешки? И кто за них заплатил? Как хозяин ресторана не был в курсе, что кто-то съел сотню пельменей за пару минут. Кто их приготовил? Откуда заготовки до сотни штук? Нафига за обегаловки с десятью столами штук двести мисок? Кто ты такой? Они, может, просто посуду ленятся мыть, знаешь? Ну, типа, тема такая. Сразу много мисок, чтобы просто долго-долго-долго не мыть, когда накопится, потом уже вымывать все. Блин, это была максимально, кстати, странная тема. Мы еще с тобой сидели и такие обсуждали. Блин, ну было бы классно, если бы он просто его обманул. Да. Типа он будет не батя, а какой-нибудь... А, да, это батя. На скамщик девяносто четыре такой он был. Всю твою жизнь искал тебя, вроде, да? Да, или не искал. Или вдруг в последний момент решил пойти найти тебя. Нет, просто мне там вселенная нашептала. Я такой, ой, точно, у меня есть сын. А, у меня сын был, я забрал. Да, клево, я так по тебе скучал, поэтому не искал тебе 20 лет. Хей. Ей. А я отца потерял. Желаю найти сына. А я желаю тебе найти отца. Сын? Вельмень мне в рот! Откуда нам знать, что этот незнакомец действительно... Вот, да, кстати, у меня тоже прошло, что у гуся, на самом деле. Да ты сам посмотри! Наши животы похожи на... Это всё доказывает! Осознание родственности должно было пройти через предысторию, а не через шутку. Ибо это не доказано. Панды не могли понять этого наверняка, не рассказав свои истории. Прикинь, нас запечатлят! Сейчас бы чёрными чернилами нарисовать трёхцветный рисунок, а ещё у свина копыта проходит сквозь кисточку. А где? А, точно, да! Я думал, просто кисточку так выинтегрировал. Он как будто копытом держит. Да, у него копытца, это же свинка. Видишь, кисточка вон через копытка лезет. Смотри, смотри. Здесь хранятся бесценные артефакты кунг-фу всего Китая. Ведь это реально круто! Реально! Только осторожней, тут всё дико х... Пой и Ли в центре зала, в трёх метрах от артефактов. В следующем кадре уже в двух сантиметрах от какой-то вазы. Телепортейшн. Технологии Старка в деревне Китая. Капец! Ты смотрел! Я одновременно сказал! Технологии Старка... За полсекунды! Ту же самую фразу, прикинь! Нормально. Просто гений мыслит одинаково, понятно. Какие-то нефритовые зомби! Нефромби! Я первый! Это что за... Это какие-то сложные мемы. Нефромби! Я первый! Зомби исторически древнее понятие. Воскрешение мёртвых издавна существует в мифологии. Но именно слово зомби относительно новое. Его придумали в 18-м веке, если верить в гуглу. Ну, это что просто было детям понятно. Но они же не будут там говорить, как там их называли эти штуки. Я забыла в Китае. Мы смотрели, что Манкинги там тоже были такие, типа, зомби. Помнишь, им печатный лобэшник наклеивали, типа, ходили такие. Пельмельник как снарядский. Пельмельник слишком мягкий, чтобы на такой скорости пробить стены. Я проверял. В смысле? Я уже смотрю, сидит долбек такой. Я с пельмельник только смотрю, такой, фу, фу. Мама такая приходит, типа, в смысле? А, нет, может, долбек отдельно от мамы вопросов не будет. Чел, кринж. Шифу не развернул свиток до конца и говорит, он пустой. Типа, как я вообще должен верить в эту ситуацию? Не, я что-то видел там. Не, не, он сначала чуть-чуть только открыл и говорит, пустой. А потом дальше размотал, а там, типа, что-то есть, понимаешь? Уже шутка, типа, такая была. Ну, да, типа, он такой туповатый и не смог сразу развернуть. Типа, шифу затупил. Типа, смешно. Мой друг нёс меня много дней, а потом... Это странный момент. Мой друг, мы так дружили, он даже меня нёс, пока я умирал. А потом... Он взял такой, увидел эту ци и сказал, о, класс, я хочу использовать всё это для разрушения. И начали мы драться. Уи-уи-уи. Как враги, заглятые. А нет, нет, а потом ещё тот бык говорит такой, меня этот черепах предал. Просто сказал такую фразу и всё. Мне без тебя вообще, как он предал. Нет, вообще ничего не сказали, ты просто, типа, бык это сказал и всё. Может, перевозить так просто адаптировали? Тайны деревни, деревня панд. Почему 500 лет назад деревня уже была тайной, если панды не подвергались геноциду? Истребление лорда Шенни было во время рождения Поа 20 лет назад, но не 500. Лестницы не для нас. Идея самодельного лифта хорошая, но ненадёжная в плане регулировки. Очень важно, какой вес находится на другом конце. Да нормально, это вообще не убиваем, у них пузики мягкие, им пофиг упадут, ничего страшного. Уходил один, возвращается груза в два раза больше. А этот камень завязан очень надёжно, вряд ли они, в принципе, регулируют вес подъёмника. А ещё они не ехали бы так плавно, они бы уехали с ускорением. Вы видели, они... Иди по следу тех нефритовых тварей, но в бой не вступай. Нефритовые твари напали на наши деревни, их следы ведут сюда. Следовать по следу нефритовых тварей... как? Они просто улетели в неизвестном направлении. Может, за ними, как за самолётом, типа, зелёный след такой остаётся? Знаешь, когда самолётик пролетел, мне и там такая тоже полоса, такая уиии... И даже средов, как таково, нет. Вопрос без ответа. А на что вы смотрите? Даже земля трясётся, а чел не слышит грохота. Мне кажется, там была челиха. Там был как будто женский голос от панды, который с коктейльчиком, нет? То есть, наверное, ты не будешь спрашивать, на что вы смотрите? Наверное, сам посмотришь, на что они смотрят. Нет, типа, тряслось, а ему нормально, может, так пожениться трясётся. Иначе, когда ты идёшься и смотрит куда-то, ты тоже проще смотришь, чтобы какой-нибудь смотрит себе. Ну, так. Курс обучения панд. Пап! Пап! Что? Что случилось? Я готов приступить к обучению. Извини за беспорядок. Обычно гостей у меня не бывает. В смысле? По утрам к тебе заходил, а ты делаешь вид, словно он тут впервые. Он, он просто с просоней был, он не понял. Я когда с просоней тоже ничего не соображаю. Видишь, он поэтому даже забыл, что он к нему, наверное, заходил. Богомол! Это же я! Богомол нарушает закон сохранения импульса. Предупреди, Богомол всё нарушает. Нарушительно Богомол. Он природа завершает. Надеюсь, ты готов. В третьей части, как и во второй, второстепенные персонажи не имеют никакого развития, никакой значимости. Как и были фигурками на фоне, так и остались. Максимум, что они сделали, передавали смс-ки туда-сюда. В этом мультфильме, в принципе, рандомное освещение появляется из ниоткуда. По Ильи прошли дофига различных локаций, где среды бы давно смелись. Но Кай как-то где-то их находит. Потому что он из мира духов, у него там своё какое-то пятое подчуйка, у него глаза зелёным светятся, и он там что-то супер видит. Средний глаз. Да, нет. Веречь, что спустя пять сотен лет помнит дорогу, ну такое. Хотя, возможно, он отследил тигрицу, у которой был свиток, который потом дали пандам. Но тогда зачем показывали среды именно по Ильи? Я не знаю, кто я! Остановишь, если и у тебя будут бойцы. Все мы. Блин, а с этого-то карала, знаешь, мы бойцы. Я сейчас вас научу за две минуты. Короче, вы даете отпор быку, который расшатал всех мастеров кунг-фу до этого. Ну, потому что они панды, да, да. Не всё справится, да. Панды или жебоки способны контролировать туман. А, даже так хорошо. Если сильно пнуть пельмень, его разорвет на молекулы. Я проверял. Во всю эту ситуацию не верится. Великие мастера не способны реагировать на медленные снаряды. Их останавливают обычные валуны. Хотя они способны голыми руками. Может, из-за того, что они, типа, нефритовые? Может, потому что они чуть-чуть ими управляют, а не их сознание управляет телом, а какое-то другое как будто. Может, потому что это просто сценарий так написали, чтобы показать, что панды классные? Ну, это да. Это порядка. Ломать камни. А лучший мастер в мире не может выстоять против двух бомжей. Нефритовые воины постоянно работают по-разному. Сначала Кай приказал им искать воина-дракона. То есть, это реально те самые мастера, знающие свои приемы, просто подвластные Каю. Также он может видеть их глазами. Но теперь это просто марионетки, которыми Кай управляет по блютузу. Он просто не определился, да? Должны быть на автопилоте. Извини, но давай-ка назад в мир духов. Скажище! Это действует только на смертных. А я воин из мира духов. Про этот мир духов ничего не говорилось. Да, кстати, это очень странно. Это было тоже очень странно. Если по логике он фалмир смертный, значит, он должен стать был смертным. Разве нет? Да. И типа, если его убьют, он попадет уже в мир духов. А только получается какое-то чудесное. Да. Я был бессмертный, появился в мире смертный. Я типа, я был смертный, потом я, конечно, у Света вернулся, и теперь я потом бессмертный. И меня теперь нельзя усчитать пальцевым захватом. Типа, чё? Так не честно. В частях, от слова совсем. Следовательно, откуда кто-либо может знать, работают ли приемы на духов или нет. Да, и Кай вроде единственный, кто вернулся в мир живых. Аналогов не бывало. Чудо! Марионетки способны менять форму и летать как ему годно. Эта функция очень помогла бы в битвах, но ею не пользуются. В этом мире какая-никакая невесомость. Притянув силой скалу к себе, скала, на которой стоит Кай, тоже потянулась бы навстречу. Так что сюда, у него какая-то слишком крепкая скала. Может, она на какой-то клеймомент воздушно приклеена? Я вообще не знаю, как она потянулась, ни к чему не прикреплена. А ты очень куда-то чуть тянешь. Мирдухов. Странно. Мирдухов, в принципе, не существует. Да. Что мы говорим, какие-то физические свои законы применяем к миру, который не существует. Мирдухов, да, да. Ну и свои законы. Кромы по своей сути. О, давайте. Твой друг. Пятисекундное обучение ци. Уи-и-и. Дамас нончаками. Полосаточка. Ты не полосаточка. Да. Кстати. Разбил мечту маленькой девочки. Она может уже представлялся. Глеб, ты не полосаточка. Да. Да, получилось почти. Поглазил кучки. И намазался дракона. Мы вернулись. Угвей? Вау. А можно вернуться? Кто его знает? Это еще большой грех, что не подходит голос Глустяна. Да, по вообще. Вот папа по, нормально голос. Да, папа хорошая звучка. Он должен быть панда, а он же такая пухлая. Низкий такой, глубокий. Глубокий. У него же такой журбочек. А у него как пищачки. А ты хвей, панда, 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 ты разговариваешь? Как-то засрал Глустяну. Ну, похоже. Не, ну просто голос не подходит. Голос не подходит. Немного теории. Пальцевый захват Усье убивает и отправляет в мир духов. Так было с Тайлунгом, поэтому его трупа не показали. Тайлунг также находится среди проигавших Каю мастеров. То есть он так и остался в мире духов со времен битвы с По. К тому же, после поражения Кая, всеотнятые Ци мастеров вернулись на свои места. Живые вернулись в мир живых, а мертвые воплотились в мире духов. И раз Тайлунганец среди живых, он в мире духов. То есть пальцевый захват убивает окончательно. Отчего По должен был остаться в мире... Потому что По, мастер Ци, мастер дракона, он освоил супер Ци. И поэтому он такой самый похрененный. Он может и в мире духов быть, и в мире живых. И он, короче, может поэтому вернуться. То скорее другая тема. По логике По сделал пальцевый захват себе. И обнял просто этого какого быка, да? И по логике бык должен был остаться, а По просто должен был умереть. Он же сам себя как бы убил, получается. Понимаешь? Типа, если ты обнимаешь, то в радиусе действия и тот погибает. Так что ли? В мире духов. Я понимаю, он там и остался после освобождения. Но с чего По вдруг вернулся в мир живых? Потому что он крутой. Он просто взял и нассал на законы мироздания. Потому что главный герой. Как это сделал Кай? Глаза у него не светятся. Куча чужих ци отсутствует. Что? Что в итоге произошло? Он сам стал властерином ци. Толпа в этом кадре и в следующем отречаются. Например, возле панды в красном мало кроликов. А в следующем дофига и больше. Они еще вот в разных костюмчиках эти кролики. 49. А ты видел? Или предполагаешь? 52. Так 49 или 52? Быстрее. На среднем 51. 43. Не угадал. Слушай, кстати, что-то мало, что-то мало. Он на самом деле как бы просто... Не мало то, что что-то мало. Они такие были, знаешь... Какие? Ты не полосаточка. Грех. Вот такие. Это похоже, как ты сдаешь экзамен для препода, который хочет себя просто завалить. Мне интересно. Грех. Не, ну мы, на самом деле, сюжет слабый очень. Очень слабый сюжет. Взяли какого-то... Совсем слабый, очень предсказуемый и очень глупый, на самом деле. Ну, типа, что... Думаешь, вот здесь бы так вот хорошо бы сделать. Хотя бы чуть-чуть сделать вот этот поворот. Да, ты реально папа. Потом реально вот он взял там ци, освоил за секунду. Ну, я понимаю, что делать в фильмах и мультиках, ну, прям очень-очень-очень уже просто и очень-очень клишировано. Понятно, что можно сказать, что типа, а что ожидать отецкого мультика? Ну, видно, что они на третьей части прям вообще не старались. Мне кажется. Ну, в плане графики, анимации типа ок. Ну, хорошо как бы нарисовано, все хорошо. В плане сюжета особо не парились, потому что первая часть была прям хорошая, очень интересно, свежо это выглядело. А вторая как бы, ну, нормально. А третья прям совсем-совсем не очень. Короче, вот такая реакция получилась. Спасибо тебе за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Ну, я хочу сказать. Ну, я хочу сказать.